Никто не может служить двум господам, ибо или одного будут ненавидеть, а другого любить, или одному станут усердствовать другому не родить. Не можете служить и Богу, и материальному одновременно. Невозможно. Невозможно. Или у тебя счастье в этом мире, ты хочешь. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Хочешь здесь, в этом мире, значит, будешь время зря тратить. Хочешь душевного, интересно знать. Интересно знать. Когда человек душевного счастья хочет, по утрам молит, совсем желает счастья, ничего не теряет вообще. В материальном плане ничего не теряет. Его социальный статус повышается сам, потому что повышается его качество характера. Его знание, как жить в этом мире, повышается. Его способность строить отношения повышается. Удача повышается, потому что удача имеет духовную природу. Все повышается в мире для человека, который главным душевное поставил. Ничего, нет потерь на этом пути. Вообще нет потерь. Все приобретает человек, ничего не теряет. Но выбрать надо одно. Нельзя два сразу выбрать. Это уже Евангелие от Мефодия. Нельзя заботиться за раз о душе своей и о мерзких благах. Если хочешь мерзких благ, откажись от души. Если хочешь убереть душу, откажись от мерзких благ. Иначе ты будешь постоянно страдать и не получишь ни того, ни другого. Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется оставить это тело. И тогда то, что тебе раньше казалось важным, несчастьем и волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, которой не стоит беспокоиться. Пиктит. Видите, одно и то же, по-разному сказано. Кто мнит правду во лжи и видит ложь в истине, того никогда не постигнет, тот никогда не постигнет истины и будет тщетно метаться в заблуждение. Что значит правда во лжи? Это значит правда в том, чтобы кого-то обсуждать. Это правда во лжи. В грязи истину не найдешь. Истину надо искать в истине. Хочешь идти вперед, иди вперед. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть и этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что за солнцем означает солнце радость. Ра означает солнце дасть давать. Солнце все время дает радость, дарит радость всем. Почему соловьи поют, заливаются с утра? Почему все распускается? Почему радость возникает, когда встаем? Новый день над землею встал. Ну то есть радость возникает. Почему? Потому что солнце встает. Солнце дарит радость всем. Это путь добра. Иди за радостью, ищи радость, ищи счастье, ищи чистоту. Иди за солнцем, куда пошло, туда иди. Это аллегория. Иди за счастьем, не отклоняйся от этого пути. Иди за светлым, за чистым. Чувствуешь грязь? Не твое. Не хочу в этом копаться. Иди всегда, мой друг, иди дорогою добра. Дорога добра это не то, что вот моя вера, все остальные козлы. Это не дорога добра. Дорога добра означает, что ты думаешь о чистом, о светлом. Во всем ищешь чистое и светлое. Что Бог такой глупый, что Он создал только одну веру для всех людей. Есть же разные люди, разных культур, традиций. Что, у них нет шансов, что ли? Это же глупо так думать. Бог много чего создал в этом мире. Надо изучать это все. Духовное знание означает изучать. Есть много культур, традиций духовных. Там есть святость везде. Святость означает отбор без Бога. Означает, что Бог есть там тоже. Надо изучать это все. Но тот, кто узрел ложь во лжи и познал правду в правде, тот уже близок к истине, и путь его верен. Где же правда, где ложь, непонятно. Движемся дальше. Это буддийская мудрость, она всегда аллегория. Как дождь неудержимо проникает в плохое, прикрытое здание, так и страсти легко проникают в сердце, незащищенное духовной жизнью. Вот где правда. Понимаете? Сердце не защищено чистотой. Грязь туда проникает, как дождь проникает сквозь стен. Защищай свое сердце. Иди чистым путем. Не сомневайся в нем. Это принесет тебе счастье. Спасибо. Спасибо.